Что надо знать всем людям о тяжелых металлах и главное, как их вывести из организма, а заодно и радионуклиды. В наши дни у всех людей есть излишнее количество накопленных в организме за годы жизни тяжелых металлов. А также я расскажу вам о уникальной траве, которая выводит ртуть, именно ртуть из организма, даже из головного мозга всего за 2-3 месяца. Тяжелые металлы могут накапливаться в растениях и животных, особенно, как вы, я думаю, знаете, в грибах, которыми люди питаются. Поэтому я постоянно отвержу, не собирайте грибы около дорог, в километре от асфальтовых дорог категорически, от раз крупных, не ближе 3-х километров. Важно, как, где и на чем выращивались те или иные растения. Это и многое другое нужно учитывать, ведь из-за техногенной обстановки в наши дни накопление тяжелых металлов есть повсеместно, кроме отдельных регионов, где нет промышленности, скажем так, цивилизации. Итак, тяжелые металлы могут попасть в наш организм с воздухом, едой, водой, выхлопными газами, табачным дымом, имейте в виду это курильщики, с бытовой химией и так далее. Из затопы тяжелых металлов оседают во внутренних органах, тканях, в межклеточном пространстве, вызывая различные заболевания, включая онкологию. К ним относят более 40 химических элементов периодической системы Менделеева. Это марганец, хром, кобальт, железо, медь, никель, цинк, галий, германий, молибден, кадми, олова, вольфрамты, лур, ртуть, свинец, висмут и другие. Поступление тяжелых металлов в биосферу вследствие техногенного рассеивания осуществляется разнообразными путями. Самый главный масштабный из них, конечно, выброс в атмосферу тяжелых металлов при высокотемпературных процессах, в черной и цветной металлургии. Именно потому в городах и окрестностях по ходу движения воздушных масс от крупных металлургических комбинатов самая высокая заболеваемость, в том числе и в первую очередь онкологии. Особенно если города находятся в котловине, где воздушные массы не выветриваются активно, а оседают, в том числе тяжелые металлы, вот как никель, например. Также при обжиге цементного сырья, при сжигании минерального топлива, дизеля и так далее, в первую очередь речь идет о выхлопе автотранспорта как самого массового поставщика тяжелых металлов в городах. Кроме того, источником загрязнения биогеоцинозов, природных экосистем, могут служить орошения водами с повышенным содержанием тяжелых металлов полей, внесение осадков бытовых сточных вод в почвы и уже распространение этих вод по почвенным горизонтам в колодцы, скважины и так далее. Приносимые тяжелые металлы в качестве удобрений, в составе которых есть они. Это сжигание мусора на свалках и частными домовладениями, некоторые люди любят до сих пор в бочках сжигать, полиэтилен и все что угодно. Это сжигание угля и дизеля в котельных. Вторичное же загрязнение происходит также вследствие выноса тяжелых металлов из отвалов рудников или металлургических предприятий водными или воздушными потоками. Ну и конечно поступление больших количеств тяжелых металлов на поля, а далее они переходят в продукты при постоянном внесении высоких доз минеральных и даже органических удобрений и пестицидов, содержащих тяжелые металлы. Вы спросите, как же это может быть с тем же навозом? Например, очень просто коровы пасутся около автомобильных дорог, едят траву, насыщенную тяжелыми металлами, в их организмы тяжелые металлы переходят, накапливаются в тканях, ну и выделяются с мочой и калом. Соответственно так, с таким навозом, тяжелые металлы переходят на грядки огородников или агрокомплексов. Тяжелые металлы, поступающие на поверхность почвы, накапливаются в почвенной толще, особенно в верхних гумусовых горизонтах лесной подстилки, в дерне, а удаляются медленно при естественном выщелачивании, растворении водой, потреблении растениями, при эрозии почв и тому подобное. Что важно знать, понимать, что первый период полуудаления, то есть удаление половины от изначальной насыщенной концентрации тяжелых металлов, значительно варьируется у разных элементов и занимает очень продолжительный период времени. Судите сами, у цинка от 70 до 500 лет, у кадмия от 15 до 110 лет, у медиа от 300 до 1500 лет, а у свинца от 800 до 6000 лет. Недаром самые страшные отравления считаются именно свинцом. Тяжелые металлы являются протоплазматическими ядами, токсичность которых возрастает по мере увеличения атомной массы. Их токсичность проявляется по-разному. Они являются канцерогенами, то есть вызывают различные виды злокачественных опухолей. Многие металлы при токсичных уровнях концентрации ингибируют деятельность ферментов, например, такие как ртуть. Некоторые из них образуют хилатоподобные комплексы с обычными метаболитами, нарушая общий обмен веществ. Такие металлы, как кадмия, медь, железо, взаимодействуют с клеточными мембранами, изменяя их проницаемость. Свинец-ртуть, к примеру, образует устойчивые соединения в организме с белками, аминокислотами, фосфатами, образуя во внутренних органах и костях депо, которые при длительном воздействии тяжелых металлов могут достичь значительных величин и причинить непоправимый урон организму. Самые часто встречающиеся металлы, накопленные в организмах людей и других животных, это ртуть, свинец, мышьяк и кадми, а также алюминий. Эти металлы практически не выводятся естественным, так сказать, путем из организма и накапливаются в нем всю жизнь. Еще раз, с едой, водой, воздухом, выхлопными газами, табачным дымом, бытовой химией, зубными пломбами, эти металлы попадают в организм. Знаете, что организм способен выводить тяжелые металлы, но не все, и смотря в каких количествах, небольших да, в больших нет. Вывести тяжелые металлы из организма задача важная, неотложная, но не просто так от них избавиться. Конечно, существуют специальные дорогостоящие медицинские процедуры, такие как хелаторная терапия или хелация. Но существуют и другие варианты, и о них я сейчас вам поясню. Самый эффективный метод, да еще удаляющий из организма радионуклиды, это, конечно, комплекс со специальными грибными препаратами, где основу составляет гриб-дождевик. У него есть уникальные свойства выводить из организма тяжелые металлы и радионуклиды, и об этом у меня было сделано уже отдельное видео. Вот оно называется гриб-дождевик. Непременно потом это видео посмотрите, ссылка будет в описании под этим видео. Об этом кое-что очень важно я скажу еще в конце этого видео, где перечислю все компоненты, все препараты, которые помогут в выведении тяжелых металлов гарантированно. А пока скажу, как же еще вывести простыми продуктами и травами тяжелый металл из организма, что называется абсолютно естественным способом. Но подчеркну, далеко не все, и все зависит от количества тех или иных тяжелых металлов в организме, как давно они есть в организме и где они в организме непосредственно запасены. Тем не менее, одно другому не мешает, и эти продукты питания, которые я сейчас перечислю, очень полезны в этой связи. Но только помните о том, что сахара в больших количествах даже натуральные вредны. Итак, первое. Пектин. Пектин действительно адсорбирует на своей поверхности соли тяжелых металлов. Содержится он в овощах, фруктах и ягодах. Особенно полезны лесные ягоды, такие как черника, голубика, а также красные, такие как клюква и брусника. Свекла содержит еще и флавоноиды, преобразующие тяжелые металлы в инертные соединения. Но в этом смысле самый сильный препарат это, конечно, Т8-экстра, получаемый из пихтовой хвои, потому как там флавоноидов и полипринолов несоизмеримо большее количество. В небольших количествах выводят из организма тяжелые металлы морковь, тыква, редис, редька, репа, турнепс, дайкон и другие корнеплоды, содержащие резистентные крахмалы. Второе. Употребление яблок, цитрусовых, груш, айвы, абрикосов способствует тоже выведению небольшого количества тяжелых металлов. Очень хороши ягоды рябины, калины, малины, голубики. Они связывают в нерастворимые комплексы соли тяжелых металлов. Черника, ежевика, морожка, княженика, терн тоже очень хороши. Третье. Чай из ромашки, календулы, облепихи, шиповника. Чай из этих четырех трав защищает клетки нашего организма от проникновения в них тяжелых металлов и тоже способствует их выведению. Масло шиповника и облепихи в этом смысле тоже полезно. Четвертое. Из затопа радиоактивного цезия выводят из организма щавель, шпинат и в меньшем количестве, но тем не менее, салат. Пятое. А вот обезвреживают радионуклиды лигнаносодержащие вещества. Они содержатся в таких растениях, как... А сейчас буквально 30 секунд моей рекламы. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Лигнаносодержащие вещества. Они содержатся в таких растениях, как можжевельник, семена кунжута, лопуха, поэтому корень лопуха очень полезен, сок корня лопуха, например. Содержатся эти вещества и в корнях лимонника и элеутерокока. При постоянном воздействии изотопов радиоактивных металлов рекомендуется применять до еды по 40 капель настойки оралии или левзии или радиолы розовой или женьшени. Шестое. А вот тут как раз про удаление ртути из организма. Действительно есть уникальная трава, она всем вам хорошо известна. Это кориандр или, по-другому, кинза. Добавляйте кинзу в салаты. Всего 4-5 столовых ложек измельченной кинзы в день. А вот доктор Дитрих Клинкхарт использует кориандр для выведения ртути из мозга. По его словам, минимальная суточная доза для выведения металлов это 5 грамм в день. Это всего 1 чайная ложка. Лечение должно проводиться по крайней мере 2-3 месяца. Ну, разумеется, кинзы потреблять можно и должно больше. Вот такое уникальное свойство простой травы есть. Но, тем не менее, не питайте иллюзий. Помните, что те же пектины выводят токсичные вещества только из просвета кишечника. Они не могут вывести их из депо во внутренних органах. Про медицинские меры, сложные методы выведения свинца, ртути и других тяжелых металлов из организма я говорить не буду в этом нет смыслах. Хотя могу одну статью по ссылочке дать. А теперь про самые эффективные средства, которые выводят все тяжелые металлы и радионуклиды из организма. Но все, говоря все, я имею ввиду комплексный подход. Это несколько веществ. Давайте я их перечислю сначала, а потом подробнее. Это препарат гриб-дождевик, это препарат трутовик-лиственничный, это Т8-экстра, это диатомит и это огневка-про. Итак, диатомит. Представьте себе, что через все наше тело проходят микроскопические губки, которые поглощают все загрязнения, токсичные вещества, продукты метаболизма, продукты распада вирусов, грибков, бактерий и так далее, и так далее. Примерно так, примитивно говоря, действует диатомит. Это раковины древних диатомовых водорослей, это микрогубки. Разовая доза диатомита содержит миллионы отрицательно заряженных панцирей диатомов, притягивающих положительно заряженные бактерии, грибки, эндотоксины, пестициды, остатки лекарств и тяжелые металлы. Они связываются в цилиндрической структуре панцирей диатомовых водорослей и выводятся скалом из организма. Кроме того, эти цилиндры очень твердые, хотя очень маленькие. Они имеют острые края и, проходя через стенки кишечника, они деликатно как бы скребут его стенки, опять же говоря, примитивно выметая мусор из организма, не повреждая слизистых оболочек и стенок кишечника, так как они предельно малого размера. Но при этом они еще помогают выводить из организма ослабленных паразитов, то есть гельминтов. И поэтому в антипаразитарной программе, которую я предлагаю уже много лет, диатомит обязательно туда включен. Теперь еще пару слов про гриб-дождевик. Выбранные лабораторным путем определенные вещества и структуры из гриба-дождевик позволяют, и это есть в рекомендациях по применению, позволяют выводить из организма соединение тяжелых металлов, фтора, хлора, радионуклидов. Применение гриба-дождевик позволяет очистить лимфатическую систему, выводить токсины после перенесения гельминтозов, антибиотиков, при заболевании почек, при дисбактериозных состояниях и так далее, и так далее. Идеальный набор для выведения тяжелых металлов из организма, причем любых тяжелых металлов, которые не выводились уже из организма годами и десятилетиями, и для выведения радионуклидов из организма, а это давно доказано, даже были известны опыты, которые ставили после чернобыльской катастрофы, когда на определенной площади высаживали, выращивали гриб-дождевик и считали, какое количество плодовых тел, какого размера, массы способствуют полному поглощению, соответственно, выведению с квадратного метра площади зараженной земли радиоактивных изотопов. Итак, полный набор включает в себя препарат гриб-друтовик, Т8-экстра, диатомид и огневку-про. Как принимать? В каких количествах? Сколько нужно? Все указано прямо по ссылке на этот набор, под этим видео, которое вы сейчас смотрите, то есть будет ссылка, нажимаете слово «Еще» под видео в Ютубе, если вы смотрите это видео в Ютубе, откроются ссылки, читайте текст, и вы не пропустите данный набор. Двух месяцев, как правило, достаточно. Огневка-про – это набор уникальных трав. Про Т8-экстра я уже говорил. Вместо огневки-про можно применить препарат, это очень сильная гомеопатия ИР-2 плюс ИР-3. Принимаются они по 10 капель, 2 раза в день, до либо после еды, это не важно. В этом случае огневка-про исключается из набора, то есть, возможно, 2 хороших вот таких варианта. Или же принимается 2 месяца основной вот этот набор, а потом в течение 2-3 месяцев принимается препарат ИР-2 плюс ИР-3. Это идеальный, оптимальный вариант. Что ж, все ссылки будут под видео. Видео «Гриб-дождевик» непременно посмотрите. Недавно у меня вышло видео по уникальным приборам, ультрафиолетовым стерилизаторам, рециркуляторам, то есть, приборы, которые в воздухе уничтожают все инфекции. Это действительно очень нужные приборы, особенно людям с ослабленным иммунитетом, тем, кому категорически нельзя простужаться, кому категорически нельзя быть инфицированным. Ссылка на это видео будет тоже под этим видео, посмотрите, кто еще не смотрел. Посмотрите два наших раздела на сайте nadgar.ru, приборы для воды и приборы для воздуха. Уверен, что каждый из вас сможет найти для себя или для своих друзей и родных нужные, хорошие, качественные подарки. И ваши друзья, знакомые и близкие будут вам благодарны, даже если они не поймут это сразу, то обязательно поймут и оценят в течение времени. Ведь это не пустые безделушки, а действительно нужные для здоровой жизни приборы. А кому-то они и спасут жизнь. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.